Здрасте, меня зовут Евгений Борисович Ширяев. В этом видеоролике я буду говорить о князе Владимире, святой которой крестил Русь. Князь Владимир самый святой человек на этой планете. Если есть какие-то у них чины, ранги по святости, у них это у святых людей, то он самый святой. Еще более святее никто по этому рангу быть не может. Крестил Русь. Сколько фреск написано. Икон. В церковь зайди Владимирская. Владимирская. Икона Владимирская. Опять Владимирская. А это Владимир там. Владимир тут. Хотя убийца. Убийца. А кто не убийца? Там почти все убийцы были всегда. Яростный лютый язычник. Было дело? Было. Насильник? Насильник. Извращенец. Тут еще как сказать. Предлагаю все эти детали обсудить в этом чудесном и прекрасном видео, которое называется Простым языком. Все. Началка. Почти это началка была. Батька Владимира. О нем я говорил в предыдущем ролике. Накачанный здоровый мужик. С такими баклахами. С такими лимонками здесь. Военный человек, который оставил трех сыновей. Старший Ярополк, Средний Олег и наш Владимир. Ярополку он отдал Киев. Ну как отдал? Он говорит, ты будешь в Киеве за старшего. Среднего Олежку он направил к древлянам. Помните, да, кто такие древляне? Кто не помнит, кто не знает, посмотрите предыдущий ролик про Рюрика. Что было до Рюрика, во время Рюрика. Сыновья, внуки Рюрика. Чтобы понимать, что к чему будет интересно. Серьезно. Я же читаю комментарии, вам это интересно. Спасибо. Спасибо, что вы смотрите по три раза этот ролик. А Владимира он отправляет в Новгород. Младшенького своего. Новогорчане были не очень рады, что ими будет править молодой Владимир. Почему? Да потому что мамаша его, рабыня. Вспоминаем мой предыдущий урок. Помните, когда Ольга, бабка Владимира, мать Ярослава, всех древлян перерезала? И мужик, который древлянин, сватался к Ольге, его дочка. Как ее зовут? Милаша. Сейчас, секунду, у меня тут все записано. Как ее зовут? Малуша. Была рабыней. И, видимо, Святослав где-то с ней насиновали. Шуры-муры, вась-вась, тося-боси, муси-пуси, сиси-писи сделал. И появился Владимир. Но это может быть неправдой. Как и вся история. Володька, сын рабыни, над ним постоянно прикалывались. Обзывали его рабичичем. Ему это очень не нравилось. Но что поделать? Рабичич, он и в Африке рабичич. Рожь, Святослав умирает. И три братца княжут, как говорится, каждый в своем княжестве. Раньше все было просто. У Рюрика был один сын, Игорь. У Игоря был один сын, Святослав. А у Святослава целых три. Как делить Русь и с тех пор на Руси семейные ряспри? Ну, вы понимаете, убивали они потом постоянно друг друга, чтобы править на Руси. Вот такое безобразие происходило. Первая смерть. Ярополк в Киеве. У него есть советник по имени Свинельд. Свинельд был викингом. Старый хер, который еще при вещем Олеге на Царьград. То есть у него послужной список очень серьезный. У него есть сынок. Не помню, как зовут. Люд, наверное. Пускай будет Люд. Этот щенок Люд поехал охотиться, но не на земле киевской, а к древлянам. И древляне его убили. Свинельд, злой как собака, в слезах, в слюнях, в соплях, подходит к Ярополку и говорит, Ярополк, я тебя прошу, я тебя умоляю, сына моего убили. Пойдем к твоему этому брату Олегу, сволочу, навтыкаем ему за это дело. Ну как так, сына, говорит, моего? Ярополк такой сидит, думает, ну хрен с ним. Пойдем. Мини война. И во время этого побоища Олег упал куда-то в ров или с какой-то горы. На него упали кони, куча солдат на него завалилась. И он под этими конями лежал, дышал и задохнулся. Ярополк, старший брат, спускается. Коня там все убрали. Смотрит, валяется мертвый Олег. Ярополк очень расстроился. Прямо тут, сука, сука, смотрит на этого свинельда и говорит, ну что ты вот, только этого ты хотел, этого ты хотел. Больше про свинельда мы ничего не слышим. Но знаю, что Ярополк плакал и очень было ему обидно за смерть своего брата. Все. В это время в Новгороде Владимир узнает о том, что старший убил среднего и на измену улыбается, что скоро до него очередь тоже дойдет. Надо валить. Убегает в Скандинавию. Тусуется там с викингами. Ходит с ними вместе в походы. А викинги были серьезные ребята. Кто здесь? И через пару лет с горсткой наемников. Ну как горсткой? С викингами. А викинги, извини меня, самые на тот момент крутые воины. Короче, кто смотрел сериал «Викинги», те меня поймут. Прискакал в Новгород. Ту власть, которая там была, быстренько всех сверг. И так, ну что, говорит, погнали на Киев. Но по дороге решает заскочить в Полоцк. Союзников добавить себе в топку. В Полоцке правит викинг, варяг по имени... Секунду, у меня все записано. По имени Роквалд. Князь подъехал к городу. Говорит, Роквалд, я князь Владимир. И я знаю, что у тебя есть дочка. А у Роквалда была дочка. Симпатичная девчонка. Поэтому, говорит, я хочу, чтобы твоя дочка стала моей женой. Девчонку звали Рогнеда. Рогнеда высовывается из окошка и говорит, замуж за тебя, рабичич, я не пойду. Я лучше пойду замуж за твоего брата, чем за тебя, вонючка. Сын, рабыни, малушки. Фу, рабичич. И тут, как перетряхнуло Владимира. Эту кликуху он очень не любит. Они нападают на Полоцк. Он заходит в опочивальню родителей, где сидят родители. Берет Рогнеду за волосы и начинает ее насиловать прямо на глазах у родителей. После того, как наш святой Владимир сделал свое дело, он убил ее родителей. Прямо на ее глазах. То есть на их глазах он ее насиловал, на ее глазах он их убивает. И берет ее в жены тут же. Там все раньше быстро было. Не церемонились. Сразу же свадьба. Численность солдат у Владимира увеличилась. И после свадьбы он направляется в Киев. А у Ярополка советник уже не свинельт. Про него мы забыли. Какой-то другой чувак по имени Блуд, который по ходу делам был, короче, уже как-то вась-вась с Владимиром завязанным. И он начинает давать неправильные советы. И говорит, Ярополк, надо валить. Есть слухи киевляне за то, чтобы Владимир был за старшего. И сейчас они все на тебя накинутся. Ярополк валит из Киева. Поэтому Владимир красиво, без какого-либо военного безобразия, заходит в Киев и начинает там править. Ярополк в это время где-то гасится. Проходят месяцы, недели, дни. И Блуд, говорит Ярополку. Ярополк, Владимир хочет с тобой по-братски пообщаться и договориться по красоте. Есть избушка некая на курьих ножках. Там трешь-мнешь, весь и будет происходить. Поэтому завтра вечером приходим туда и пообщаемся с Владимиром. Владимир тоже туда придет. Ярополк приходит в эту избушку на курьих ножках. И там некрасиво, грязно, по-крысятнически его убивают. Вонзают в него всякие вилы, шпалы, прочий острый аргумент. И на все на это смотрит Владимир. И ни капельки не сожалеет, не расстраивается. Убил, короче говоря, своего старшего брата. И начинает княжить на Руси. Помимо Рогнеды у Владимира в течение его всей жизни появляется еще 7-8 жен. И очень много любовниц. Я не знаю, как он все это успевал, как он умудрялся это делать. Но, как говорят, что у него было по 200 любовниц в каждом городе. Общее количество этих симпатичных девиц 800-900 человек. Такой ловелас был Владимир. Рогнеде это, конечно же, не нравилось. Но, я думаю, не только это ей не нравилось. И как-то ночью она забежала в его комнату, в постель с тесаком. Уже замахнулась. Он просыпается. Вот так вот ее тесак выхватывает. И что, говорит, охренела? Говорит, дура, психопатка. Она говорит, а что ты хотел? Что ты хотел, Володя? Ты меня насильно взял. Родителей моих на моих глазах убил. Чего ты хотел? А сколько потаскух у тебя. В каждом городе одни сплошные потаскухи. Все твои. Фу. Я вся в букете. Он думает, ну ладно. Надо эту кошелку валить. На следующий день он говорит, Рогнеда, тут такое дело. Надевай-ка ты свадебное платье. И мы с тобой посидим. Винишко, тудыськи, мудыськи. Вспомним, не знаю, былую молодость. Она врубается, что он хочет ее убить. И делает хитрый шаг. У них был сын совместный. Его звали Изяслав. Когда она напялила на себя это платье, рядом с ней сидел сынишка. Заходит Владимир. Естественно, Владимир не стал убивать ее. На глазах у сына он махнул на нее рукой и отправил куда-то там непонятно куда, где она и княжила. И все было с ней за шибок. Короче, он ее не убил. Такая вот интересная история. На этом, наверное, все. Следующее видео будет заточено на Владимире снова. О крещении, как все так получилось, как вышло, какие были подводные камни. Репортаж даже будет вместо событий того времени. Что я несу какую-то ерунду. Хочу сказать вам спасибо, что смотрите эти видосы. Ставьте лайки, если вы не врубаетесь. Что если ты посмотрел видеоролик и тебе понравилось, будь-ка любезен. Поставь лайк, пишите комментарии, которые я в удовольствие читаю. И если вы пишете, Женек, нормально, красава. Нам понравилось, нам зашло. Продолжай, мы ждем эти видосы. Если вы такое думаете, то напишите. Напишите, я это прочту. И помимо радости у меня появится желание побыстрее записать ролик, смонтировать его и выложить. Все, спасибо. Адьос.